бройлером 21 день пару дней назад переселили их уже на улицу для этого у меня есть специальная такая большая клетка где я выращиваю весь молодняк птицы мулардов цыплят переживала я по поводу погоды потому что у нас то дожди заливают и холодно то очень жарко что тоже плохо для цыплят но смотрю что они себя чувствуют хорошо те дни когда дождь я их загоняю в загородку накрываю пленкой сверху и там так как цыплята еще не такие большие в этой загородке достаточно места чтобы они там питались и пили воду и в какой-то степени двигались продолжаю в воду добавлять пробиотик байкал у меня есть отдельное видео даю вверху ссылочку я впервые его применяю для своей птицы для выращивания именно цыплят ну так как многие жалуются что бройлеры проблемные что у них понос что они падают на ноги я всего этого избежала и я считаю что нужно благодарить этому во первых пробиотик байкал и во вторых 3 кальций фосфат но по поводу 3 кальций фосфата я знаю давно я его мулардом обязательном порядке даю это такой порошок укрепляющий кости молодняка у цыплят естественный такой навес из винограда поэтому палящее солнце не страшно ну а дождя мы их загоняем загородку или же они сами туда заходят питание с 18 дня я начала постепенно вводить рацион молотую пшеницу а через пару дней молотую кукурузу еще через пару дней молотый ячмень пропорции даю комбикорм рост 3 части 1 часть молотая кукуруза 1 часть молотой ячмень и 2-3 части молотой пшеницы вот это такой рацион уже будет до конца выращивания бройлеров они активнее набирают вес и более естественное органичное питание даем им зелень сорняки с огорода но они как-то не особо охочие до этой зелени больше предпочитают ковыряться в кормушке сегодня цыплятам ровно 30 дней чуть позже проведу взвешивание цыплята себя чувствуют хорошо активны в еде такая вот них импровизированная загородка здесь я выращиваю и уток и цыплят из остатков газобетона сделали такую вот им сараюшку сверху шифером накрыто по бокам вот эти блоки крайние крутятся чтобы сделать окна для проветривания так как плотно на ночь закрывать их нельзя я кормлю уже наверное с неделю комбикормом рост плюс в равной пропорции добавляю молотую пшеницу одну треть молотую кукурузу и одну треть молотой ячмень такую смесь цыплята едят очень хорошо но как я вижу в первую очередь выбирают кукурузу также по мере возможности приношу им или сорняки с огорода когда пропалываем огород или салат у меня есть который сейчас нам в еду не очень хочется уже потому что огурцы во всю идут помидоры уже доступная цена купить и уже салата как так сказать в еду не хочется но салата на огороде много поэтому я своей птице обрываю листья салата поилка такая примитивная но так как я дома часто могу долить воды и если не особо жарко то цыплята пьют намного меньше воды а если температура конечно на улице 30 и выше то тогда употребление воды возрастает в разы а так 3-4 раза вот подливаю им воду и этого им достаточно еще не полностью оперились попы еще голые у некоторых но некоторые уже такие довольно беленькие основное отличие бройлеров бройлерных цыплят от других что они постоянно что-то едят ну и соответственно растут быстрее активнее петушки между собой выясняют отношения кто сильнее курочки по размеру чуть меньше на 30 день проводим контрольное взвешивание по таблице роста цыплят бройлеров в месяц они должны весить в районе полутора килограммов как видим один цыпленок кило 440 это нормальный прирост я довольна а второй цыпленок 300 ну может отстают немножко но сегодня точка в точку 30 дней поэтому плюс-минус один день может быть какой-то недовес в целом я очень довольна цыплята растут хорошо ну что ж выходим на финишную прямую ну 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 ну